Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении под стражу трех обвиняемых в громком убийстве 27-летней Екатеринбурженки Ксении Катаргиной. Жители Челябинской области, 42-летний Марат Ахмед Валиев, 28-летний Михаил Федорович и 30-летний Екатерина Меньшикова проведут в следственном изоляторе ближайшие два месяца, пока ведется расследование вменяемого им преступления. В декабре этот срок может и, вероятнее всего, будет продлен. Заседание суда состоялось сегодня утром при закрытых для прессы дверях. Ходатайство об удалении журналистов из зала заявил следователь СКР. Его поддержали прокурор и адвокаты обвиняемых. Причина очевидна – тайна следствия. Чтобы убедить суд в необходимости ареста подозреваемых, прокурор должен был сообщить данные предварительного расследования и сведения о личности задержанных. Впрочем, все это журналистам стало известно и раньше. Напомним, 10 октября в Екатеринбурге при загадочных на тот момент обстоятельствах пропал 27-летний уроженка Каменско-Уральского, работающая менеджером по продажам в компании, торгующей элементами трубопроводов в городе Березовском – Ксения Катаргина. Молодая женщина готовилась приобрести в ипотеку квартиру в строящемся доме и искала деньги для первого взноса. С этой целью она разместила объявление о продаже принадлежащего ей автомобиля – Audi Q5 2010 года выпуска. Целую неделю ей названивала потенциальная покупательница, но Ксения не готова была с ней встретиться в то время и в том месте, где предлагала звонившая. Но женщине все же удалось уговорить Катаргину, разжалобив тем, что она беременна, испытывает токсикоз и вообще не может больше откладывать покупку, так как вскоре ляжет в больницу. Катаргина отпросилась с работы пораньше. К 7 часов вечера в четверг приехала на Уралмаш во двор домов номер 4 и 6 по улице Новаторов. Здесь в машину Ксении села Екатерина Меньшикова. Пока псевдопокупательница отвлекала владелицу Ауди вопросами, просила показать ПТС, на заднее сиденье ее машины сели двое мужчин – Михаил Федорович и Марат Ахметвалеев. Кто-то из них, кто нам доподлинно неизвестно, обхватил шею Ксении руками и пытался ее задушить. Когда девушка потеряла сознание, ее перетащили на заднее сиденье. Место за рулем Ауди занял Марат Ахметвалеев. Он проехал на расстоянии примерно в километр с Новаторов через улицу Бакинских комиссаров в частный сектор на улицу Ташкентскую. Вышел из машины и открыл канализационный люк, куда намеревался сбросить тело Ксении. Однако выяснилось, что девушка еще жива. И тогда Ахметвалеев несколько раз ударил ее ножом прямо в салоне машины. Поскольку вся задняя часть Ауди имеет плотную тонировку стекол, происходящее внутри никому не было видно. Когда, по словам Марата, произнесенными на следственном эксперименте девушка перестала трепыхаться, он вытащил ее тело и сбросил его в колодец. Найти разбойников удалось спустя несколько дней, когда автоперекупщик в Челябинске сообщил в полицию, что приобрел эту машину за 500 тысяч рублей у двух мужчин и женщины, представившейся хозяйкой авто и предоставившей все необходимые документы. К тому времени в соцсетях уже появилась информация о розыске пропавшей Ксении Катаргиной и ее машины. Как прозвучало сегодня на суде по избранию меры пресечения, первым, 14 числа в 4 часа утра, был задержан 28-летний Михаил Федорович, цыган, уроженец и житель шахтерского города Копейска Челябинской области. Ближе к полуночи того же дня полицейские задержали 42-летнего Ахметвалиева, а сутками позже 30-летнюю Меньшикову, являющуюся гражданской женой Федоровича. Челябинский городской портал 74.ru собрал свидетельства знакомых этой троицы о том, что те из себя представляли. Михаил Федорович по рождению цыган, однако с цыганской диаспорой Челябинска отношения не поддерживал. В 2010 году он с револьвером в руках вымогал 400 тысяч рублей у своего приятеля, за что угодил за решетку на 7 лет. Михаил был женат и воспитывает ни то одного, ни то двух детей. Впрочем, со своей женой он в разводе. Еще находясь за решеткой в ИК-48 в родном Копейске, он познакомился с Екатериной Меньшиковой. Ранее Меньшикова также была замужем, но развелась. А год назад они начали жить вместе. По словам подруги Екатерины, та его любила, но и боялась, так как Михаил не раз поднимал на нее руки. Совместных детей у них не было. На странице Михаила ВКонтакте много совместных фотографий с Екатериной, а у самой Екатерины страниц в соцсетях не было. По словам подруги, Михаил не позволял ей иметь даже собственный телефон. Но и настоящей цыганкой ее тоже сделать не пытался. Не требовал, чтобы та всюду носила платья и юбки, и Екатерина предпочитала брюки. Меньшикова была для Федоровича не только женой, но и сообщницей в его криминальных делах. Так, 74.ru сообщает, что против них в Копейске возбуждено уголовное дело. Михаил и Екатерина якобы избили Катиных родителей и вымогали у них деньги. Также ранее сообщалось еще об одном нападении этой парочки на жительницу Копейска в сентябре. Вообще, судя по странице Федоровича ВКонтакте, ему близка воровская романтика, ауе и тюремный шансон. Треть его постов посвящены возлюбленной Кате, треть себе любимому и треть тюремным дружкам и известным ворам в законе. Свою страничку ВКонтакте Федорович подписывал иным именем – Миха Абромович. Кстати, сегодня следователи СКР признались, что Михаилом Федоровичем его называют условно, так как документов, удостоверяющих личность, у него нет. А значит, настоящее имя и фамилию им еще предстоит установить. На суде Федорович вел себя развязней всех. Единственный из подсудимых требовал удалить прессу из зала, а после вынесения решения пытался еще и отшутиться. Скажите, как будете ущерб компенсировать родственникам Ксении? Денежно. Могу руганку делать. А вот что связало Михаила и Екатерину с Маратом Ахмед Валиевым, нам, видимо, еще предстоит узнать. По всем описаниям, этот человек совсем из другого мира. Еще три года назад Марат, 42-летний, хозяйственный и добродушный татарин, работал машинистом крана на ЧМК в Челябинском металлургическом комбинате. Его бывший коллега шокирован, произошедший с Маратом метаморфозой. «Не представляю, что могло толкнуть такого человека на преступление», рассказал он агентству УРАРУ. «Не могу поверить в это. Все, кто с ним знаком, скажут, что он хороший отец, муж, брат и друг. Он даже малознакомым людям всегда готов был помочь. И чтобы так кардинально изменить свои жизненные ценности, сильно сомневаюсь. С комбината он уволился года три назад, чтобы работать на вахте. Трое детей требовали большего заработка. После, по словам сестры, он крутил баранку грузовика, возя продукты из города в город, а затем стал таксистом. В начале этого года он взял в аренду Volkswagen Polo, на котором работал в Яндекс.Такси, а летом подписал договор аренды с правом выкупа. Но в начале сентября неожиданно перестал появляться в автопарке, прекратил выплаты по аренде. Владельцы машины написали заявление в полицию об угоне, но органы не спешили искать машину, хотя владельцам регулярно приходили квитанции о штрафах. 9 сентября он последний раз забегал домой на пять минут, после чего родные его больше не видели. И со своей стороны также подали заявление о розыске. Известно, что угнанную машину он продал в Екатеринбурге, а до этого вместе с Федоровичем и Меншиковой совершил на ней нападение с целью вымогательства. При этом Ахметвалиев даже внешне очень изменился. Из благодушного, выпивающего отца семейства он превратился в жестокого, с колючим взглядом и осунувшимся лицом убийцу. Именно он, по его признанию, убил Ксению Катаргину и спрятал ее тело в колодце. Что стало причиной такого перерождения? Наркотики? Какая-то иная зависимость от цыгана Федоровича? Может быть, Ахметвалиев сам стал жертвой вымогательства с его стороны и вынужден был влиться в эту криминальную шайку, чтобы отработать долг? Будем надеяться, что скоро узнаем об этом.